Таким способом депутаты верстали бюджет впервые. Посмотрев правде в глаза, а точнее реальным доходом, в расходы записали только самые необходимые. После первого чтения было понятно, в документ будут вноситься изменения. В итоге в окончательном варианте приняли 140 поправок. Доходная часть выросла до 64 миллиардов рублей, расходная до 63 миллиардов. Это живой механизм. Мы вышли с вами с таким, простите, бюджетом, который даже немножечко потряхивал 59-58. Мы вышли на него сознательно, мы вышли на него правильно. И результатом это явилось то, что и наша глава, и наш председатель правительства, и наше правительство в целом отработали с министерствами, с правительством Российской Федерации так, что мы с вами получили 4,8 миллиарда. Этих дополнительных почти 5 миллиардов рублей хватило, чтобы закрыть все социально важные направления. Почти 200 миллионов добавили здравоохранению, примерно столько же образованию. Около 300 миллионов выделили на меры социальной поддержки. 100% заложили на индексацию зарплат бюджетников. С 1 января они вырастут на 4% в соответствии с майскими указами президента. Не закрытыми пока на сегодняшний момент являются три направления. Это объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты муниципальным образованием. И еще одно направление – это прочие расходы, содержание государственных учреждений и другие расходы. Поэтому, когда будут появляться дополнительные доходы в бюджете, а мы рассчитываем на то, что они будут, эти направления будут закрываться. Привлекать дополнительные средства планируют и за счет инвесторов. Чтобы их простимулировать, в правительстве сегодня разрабатывают большой пакет новых законопроектов. Об этом сегодня депутатам рассказал Александр Свинин. Первый зампред правительства убеждал законотворцев сделать в этом направлении первый шаг. Чтобы инвесторы, которые будут осваивать так называемые гринфилды, могли получить льготу по налогу на прибыль 4,5%. К слову сказать, это уже давно сделали все регионы Приволжского округа. Данная льгота будет распространяться только на новые производства в чистом поле. То есть это как раз таки то, что в первую очередь создает новые рабочие места и создает то новое, чего раньше никогда в республике не было. За счет привлечения в небюджетных средств решат и еще одну проблему, которую сегодня затронули депутаты. В бюджете этого года не было денег на новогодние подарки детям-сиротам, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей. В правительстве заверили, ни один ребенок не останется без презента от Деда Мороза. Альбина Валикжанина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».